В первую очередь отрежу лишнее. Нам необходим отрезок длиной 250 миллиметров. Я нахожусь в квартире, соответственно работать болгаркой не представляется возможным. Будем пилить ручной пилой. Не, ну, а как ты хотел. В общем, один рез, одно ножовочное полотно. Вот такой мой вывод. Для того, чтобы не нарушать традиции фэншуя, обработаем место среза с помощью напильника. Достаточно. Из кухонной доски изготовлю декоративные накладки на наш швеллер. Размечаю и вырезаю необходимый размер. Сразу же, не откладывая в долгий ящик, займемся креплением вот этой части облицовки. Для удобства наклеиваю с этой стороны двусторонний скотч. Обязательно обезжириваю тряпьем, чтобы лучше приклеилось. С помощью соответствующего сверла, в моем случае 3 мм, накерниваю по месту. Аккурат отдираю и сверлю уже по разметке. В полученных отверстиях нарезаю резьбу М3. Работу выполняю не спеша, ибо отверстия глухие, не сквозные и есть огромнейшая вероятность обломить метчик. Готов поспорить, любой уважающий себя мастер сталкивался с проблемой выковыривания остатков резьбонарезного инструмента. Врагу не пожелаешь этого удовольствия. Поэтому лучше понемножечку. Разумеется, проверим результат. Пусть он даже и предварителен. Очень даже, не побоюсь этого слова, превосходно. Теперь верхняя крышка. У меня циркулярной пилы нет, во всяком случае пока. Поэтому, естественно, срез не совсем ровный. Необходимо добиться плотного прилягания. Указанную выше подгонку выполняю с помощью терки с наждачной бумагой. Как по мне, это наиболее удобный вариант. Отлично. Закрепим. Принцип закрепления будет аналогичен принципу закрепления лицевой панели. Назовем ее именно так. Уверен, вы обратили внимание, что винты у нас в потай. Разумеется, в потай они будут и на верхней крышке. Для того, чтобы глубина сверления и в первом и во втором отверстии была одинакова, воспользуюсь ограничителем глубины сверления. Очень удобная вещь, я вам скажу. Честно признаюсь, раньше я недооценил, думал, бесполезная фича. Нет, довольно-таки удобная приспособа. О, такой промежуточный результат. Цель выполнена. В закрепленном состоянии произведу разметку для установки различного рода элементов. Следы карандаша удаляю обыкновенной резинкой. Лучше это сделать, конечно же, сразу. Приступаю к сверлению. К слову, кроме сверления вот этого элемента, будем сверлить еще вот такой вот деревяхи. Это не что иное, как кухонная доска. Собственно говоря, это также кухонная доска. Вот такой вам лайфхак, выход из положения, где взять материал. Чем классно? Все ровно, все фрезеровано, идеально. Разметку я произвел на ЧПУ станке. Можно было бы на нем и произвести сверление, то есть фрезеровку необходимых отверстий. Но это гораздо дольше, чем выполнить эту работу на сверленном станке. Экономия времени, знаете ли. Вдоволь насверлившись, отрежем лишнее. Вот это не нужно, вот это не нужно, это тоже. Вот такая деталь получилась. К слову, я еще выточил два вот таких элемента для двух из отверстий. Устанавливаю их с помощью двухкомпонентного клея. Спустя сутки клей набрал прочности. Все очень крепко держится. С верхней стороны обработал еще клеем, на всякий случай и для красоты. Между прочим, впервые использую вот такой клей. Мустанг Эпоуэр. Что могу сказать? Вдруг кто будет такой покупать? Во-первых, он черного цвета. Впервые вижу эпоксидный клей черного цвета. Обычно такие клея желтого цвета. Ну, может быть, молочного, прозрачного. Но не черного же ведь. Стоит это учитывать. Во-вторых, очень густой. Крайне неудобно им работать. Но эпоксидка это дело, можно сказать, порошлое. Здесь будет располагаться подшипник. Специально выстрелил под него посадочное место. И сейчас мне необходимо изготовить вал, на котором это все будет держаться. Небольшое количество. Анаэробного клея. И завинчиваем. Далее, мне потребуется отрезок квадрата 10 мм. Отрезок длиной 17 см. М6. Вот такие две детали получились. Устанавливаю их на их законные места. Анаэробного клея. Так уж, сложилось, что фраза «Но пасаран» стала для нашего канала традиционной. Именно поэтому я ее и выгравировал. Здесь Акрафт в честь канала. Небольшое количество клея, B7000, прозрачный, эластичный клей. В случае необходимости демонтировать декоративную накладку, можно будет просто ее немного разогреть и путем подковыривания демонтировать. Классный клей, рекомендую. Масло впиталось. В целом, это уже готовое изделие. Интересно, догадался ли кто-нибудь из вас, друзья, что это такое? Но пасаран. Надеюсь, видно на камеру. Я хотел изначально, между прочим, зачернить краской, но потом почему-то передумал. Мне кажется, и так стильно. Так точнее, стильнее. Что осталось за кадром? А за кадром остались установленные в нескольких местах светодиоды. Несложный электрический монтаж. С этой стороны разъем для подключения питания. Сейчас покажу. Блок питания 5 вольт. Светят довольно ярко. Конечно же, без этого можно было обойтись. Но это еще одна, так сказать, изюминка на торте. Просто для красоты и для стиля, так скажем. Стиля. Ну что же, открываем завесу тайны. Это не что иное, как ящик для инструментов. Слово ящик, естественно, в кавычках. И даже предусмотрено место для простого карандаша. Разумеется, здесь расположены только те инструменты, которыми я активнее всего пользуюсь. Со временем этот ассортимент, скорее всего, разрастется. Пока что так. Отверток добавится. Ну и, разумеется, всевозможных кусачек, пинцетов и прочих инструментов. Считаю, такой вариант гораздо более удобнее, нежели раскладывать все это на столе. Вечно ничего не можешь найти. А так все компактно, аккуратно и красиво. Красиво через... Можно еще пассатижи добавить, пожалуй. Вот такое изделие получилось из самого что ни на есть обыкновенного швеллера. Практично, компактно, эстетично. Все непременнейшим образом пишите свое мнение в комментариях. Будем общаться. Подписывайтесь на канал, конечно же. К слову, отныне моему каналу, наконец-то, YouTube включил функцию спонсировать. Постоянные зрители, постоянные верные подписчики при желании могут поддержать меня финансово. А на сим все. До новых встреч. Всем спасибо. Пока.